Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберца Александр Геннадьевич Пивоваров. Александр Геннадьевич, насколько я понимаю, это ваш первый приход в депутатский корпус, верно? Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Да, совершенно верно. Это мой первый приход в данной должности, в данной работе. Вот и тут возникает сразу же вопрос, потому что то, что вы стали депутатом, это мы сейчас обсудим, потому что все-таки у нас была избирательная кампания, все как положено. Но почему вы решили стать депутатом? Это было ваше персональное решение, это ощущение какой-то помощи? Ну или просто какой-то командой вышли все вместе? Нет, ни одно, ни второе, ни третье. Да, что-то четвертое. Что-то четвертое. Ну, сказать, что я всегда знал, что я буду заниматься подобной деятельностью или всегда к ней шел, будет неправильно. Но сказать то, что я делал действительно шаги в этом направлении, и один из таких основных шагов для меня было, это, конечно, получение второго высшего образования по специальности государственное и муниципальное управление. Вот я закончил... То есть вы профессионал в этом плане, получается? Ну, я всегда говорю, что профессионал тот человек, который поработал много лет, скажем так, да, я теоретик был. Ну, вы с дипломом, давайте так скажем. С дипломом, с дипломом, да, да, да. Вот, поэтому закончил Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, получил второе высшее образование. Направление деятельности интересное для меня всегда было, работа с людьми. Ну, и по роду своей службы в прошлом я всегда работал с людьми, с большим количеством людей. Вот, ну, и как-то себя всегда видел в дальнейшем. То есть людей не боитесь и люди вас не боятся? Слава богу, нет. И, наверное, не такое страшное внешнее, чтобы бояться. Вот, а я к людям отношусь, конечно же, как и люди с уважением. Вы же понимаете, что сегодня депутат, ну, может быть, там депутат Московской областной думы, депутат Государственной думы, да, где уж весь такой не просто бюджет, который вот на уровне, скажем, Совета депутатов городского округа Люберцы, да, прямо в такие кипения. А там все-таки есть возможность каких-то материальных, конкретных решений. Тут, здесь и сейчас. А здесь все-таки депутат на земле, что называется. И мы же понимаем, что проблемы в таком огромном городском округе, который находится в Подбрюще, как говорится, Москвы, где очень много людей приехало-уехало, да, не только вот жители конкретно Люберец, а просто они здесь поспали и поехали дальше. Но они хотят все равно ходить в магазины, чтобы у них было тепло, чтобы у них работала вода. И будут вопросы. Вопросы обязательно будут. То есть, ладно бы вы получали, имея уже второй диплом, какие-то там, не знаю, деньги, я даже не скажу, сумасшедшие. Значит, наверное, это есть какая-то необходимость помогать людям или это что-то четвертое? Значит, у меня есть ответ на этот вопрос. Прекрасно. Значит, он складывается в том, что у меня есть возможности, скажем так, знакомые, хорошие, да, круг общения, который дает мне, скажем так, право выбора в том или ином направлении. Но так как я человек, который привык двигаться с самого начала, с низов и вверх, я пошел именно по этому пути. Это осознанный выбор, на самом деле. Пройти всю весь ситуацию. Мне приятно было то, что у меня получилось, ну так сошлись карты, именно оказаться в своем родном округе. То есть там, где я родился, вырос, там, где живут мои родители, родственники. И осознанно пошел на тот шаг, чтобы пройти с самых низов. Ну, как любая работа, в принципе, и оперативная, или там, военного. То есть если ты занимаешься, землю потоптал, как говорят, да, с людьми пообщался, ты уже там, наверху тебе будет немножко проще. Да, ну и это будет полезнее для всех. Да, в первую очередь. Ну, вернемся, вы приняли решение, семья была не против, я так понимаю, не против. Вот, но впереди вас ждала избирательная кампания, потому что одно дело, когда... Хотя тоже, когда депутат идет второй, третий раз, там свои, наверное, сложности есть, потому что если где-то чего-то не дотянули, не доделали, то сразу возникают вопросы. А вы свеженькой, вы пришли и говорите, вот я предполагаю здесь у вас стать депутатом. Ну, и как общение с людьми шло, какие получали наказы, о чем они жаловались, чего просили? Хорошо, с самого начала и по порядку. Значит, конечно же, мне повезло в очередной раз. Вам все время не сглазит. Да, так, слава богу, да, не сглазит. Вот, повезло в каком плане, что, конечно, я... Вы правильно говорите, что это большая ответственная работа, да, депутат, ты всегда на виду, все жители твои видят работу. Если ты отработал свой срок определенно, да, 5 лет, то у людей складывается уже мнение о твоей работе непосредственно, конкретных действиях. Они могут быть и хорошие, и плохие, кто-то недооцененный или переоцененный, по-разному, то есть это все индивидуально. Я, конечно же, как новый депутат и как житель поселка, то есть меня знают, я родился в этом поселке. Вот про Томильно мы говорим, про 6 округ, да, от которого я избирался. То есть вы местный? Я местный, да, я местный, как вы говорите, люди знают, не боятся, и я также всегда располагаю людей к себе, пытаюсь максимально помочь от себя, чем это возможно. Поэтому у меня каких-то не было сомнений или страхов, или выбора, что пройду, не пройду. Но мне казалось, что на фоне всего происходящего в целом люди видят, что я могу принести какую-то пользу от себя непосредственно своему родному округу. А люди приходили на встречи? Какие-то были разговоры? Как это происходит? Я почему сейчас адресую этот вопрос? У нас практически весь депутатский корпус в этом наборе сейчас прошел. Почему? Потому что, опять же, у многих людей есть такое ощущение, что депутаты местного такого уровня, что да и на выборы не надо ходить, мы и не знаем, кто наши депутаты, и непонятно, кто их принимает и выбирает. Вот это важный такой момент. Он важный, очень важный, и он действительно есть. То, что соотношение людей, проголосовавших, и людей, проживающих в том или ином округе, оно маленькое, я считаю, и недостаточно. Потому что, ну не буду разбирать, почему так происходит, но действительно многие люди считают так, я не пойду на выборы, и без меня все там решат. На самом деле это не так. Я на своей шкуре это ощутил. Я проделал огромный, мы командой своей, да, четверкой, проделали огромную работу для того, чтобы донести людям необходимость просто, да. Мы много собрали наказов, мы провели огромную работу, мы провели, выполнили много наказов за предвыборную кампанию. Я даже больше скажу. И тот, скажем так, мне было приятно, когда я приходил к людям, которых я видел несколько лет назад или много лет назад, это одноклассники, это со двора знакомые, это там знакомые по предприятиям, с кем-то по каким-то вопросам взаимодействовали, общались. И когда я приходил и говорил, что я вот хочу выдвинуть свою кандидатуру, вы поддержите меня или нет, я ни разу не услышал негативного какого-то отзыва, или там наоборот была поддержка, люди включались в процесс, оповещали, приводили еще своих знакомых, друзей. Ну, как бы была интересная история, как вы говорите, когда шел на выборы, я не знал, что такое предвыборная кампания, не знал, что она так проходит. То есть я как, можно сказать, слепой котенок прогрызал себе дорогу. А конкуренция-то была какая-то? Конкуренция была колоссальная. Так, вот они. Колоссальная. У нас был один из сложнейших округов. Ну, каждый сложен был, да, по себе, по-своему, но у нас непростой был округ, у нас было много количества, большое количество кандидатов. Которые тоже за все хорошее против всего плохого. Конечно же, каждый, и каждый по-своему, я уверен, хорош был, да, вот, но люди решили, что выбрали, как бы, я благодарен всем, кто проголосовал. А какие были, с какими вот тогда шли проблемами? Вы сказали, что часть удалось решить прямо во время еще избирательной кампании, но какие-то глобальные проблемы вы себе записали, которые перешли уже после того, как Совет начал работать. Какие? Значит, смотрите, я бы хотел это в другом формате немножко поднести. Пожалуйста, пожалуйста. Что, значит, мы, я бы разбил на три категории наказов. Так. То есть, это первые наказы, которые мы смогли выполнить в предвыборную кампанию. Это наказы, которые мы внесли в план работы депутатов. Сейчас этот план вот заканчивается на четвертый квартал. Значит, и наказы, которые долгоиграющие. Ну, вы понимаете, что не все можно завтра или там по щелчку сделать, да? То есть, есть такие моменты, как поликлиники, как согласование с министерствами, да, дороги. Ну, да, федеральные еще моменты. Федеральные моменты. Причем многие тоже не понимают каких-то вещей. К сожалению, что, допустим, поликлиника или здравоохранение, оно подчиняется министерству. К примеру, местные органы власти не могут повлиять на те или иные процессы. Вот, поэтому это не быстро все делается, согласовывается. Вот, это третий блок, долгоиграющий план. Но, по всем наказам, их было порядка 126, плюс-минус. Значит, если в пропорциональном соотношении, могу сказать так, что процентов, наверное, 30 было точно выполнено в процессе предвыборной кампании. Вот, у нас... Это, наверное, какие-то такие бытовые, да? Ну, если как примеры рассказать, ну, кому-то нужна была видеокамера во двор наблюдать за ладо. Кому-то нужно было перенести урну или поставить урну. Кому-то нужна была лавочка, да. Какие-то были вопросы, даже глобальные, скажем так, больше на уровне... Ну, возьмем, к примеру, поселок Мирный, да, он тоже входит в наш округ. Это новый поселок, микрорайонный, будем так его называть. Сейчас там уже проживает порядка 5000 человек, планируются 4 очереди застройки, и это будет порядка там 45 тысяч прироста. Ну, понимаете, это город в городе. Ну, мы тоже понимаем, и жители, к счастью, с пониманием относятся, что не все может прямо вот как хочется, да, как нам бы хотелось в этой жизни происходить. Школы строятся параллельно, детские сады строятся. Ну, не только это и нужно, да, и не так много этого. Хотелось бы больше, конечно, запланировано что-то, запроектировано. Нет МФЦ, к примеру, нет пункта полиции. Население прирост идет, скажем так, социальных благ, они по объективным причинам, скажем так, не могут просто сегодня быть там и сейчас. Поэтому мы какие-то включаемся в процессы, корректируем какие-то моменты. Допустим, ну, Октябрьский, я сам-то живу в том направлении, каждый день езжу, это огромные пробки на Рязанское шоссе. Заменитое, да. Да, и жители поселка Мирного, которые приобрели там недвижимость, конечно же, они хотели сразу инфраструктуру, чтобы ездить быстро в Москву, и какие-то кружки, и все это должно быть обязательно. Но были определенные сложности, там не открывали въезды дополнительные в микрорайон, и глава включался городского округа, провели большую работу, мы выносили эти вопросы, то есть открыли раньше установленного срока. Ну вот сейчас сделаем здесь небольшую паузу, потому что впереди нас еще ждут наказы, которые вы внесли в план, и наказы как дальнейшего такого длительного, длительного исполнения, если можно так выразиться. Мы сделаем небольшую паузу, у нас в гостях Александр Геннадьевич Пивоваров, депутат Совета депутатов городского округа Люберца. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, у нас в гостях Александр Геннадьевич Пивоваров, депутат Совета депутатов. Итак, вот часть наказов, которую вы сумели выполнить во время избирательной кампании, причем, наверное, для избирателей, которые в тот момент еще только высказывали свои пожелания соперникам, потому что еще непонятно, кто выиграет конкурентам. Они очень хорошо устроились, потому что каждый конкурент, наверное, пытался выполнить вот эти небольшие, быстро решаемые вопросы. Потом наступает период, когда вы, получив наказы, победив избирательной кампании, кстати, у вас были какие-то ощущения? Ну, вот там ночь перед выборами, подсчет голосов, как вы себя ощущали? Вот как говорят, значит, те люди, которые прыгают с парашютом, что ты начинаешь осознавать, что вообще происходит после, где там, четвертого, пятого прыжка. То есть первый, второй, третий, ты просто не осознаешь, что сейчас будет происходить. То же самое было и здесь. То есть я не знал, как это происходит, как происходит подсчет, как будет это афишироваться, оповещаться. То есть, и, конечно, все было спонтанно. То есть вы не ходили от угла в угол так? Переживание было, как у любого другого человека, нормального, мне кажется, человека. Да, конечно, переживал, сколько человек проголосует, как все это будет происходить. Но какой-то, вы говорите, конкуренции, такой, чтобы мы почувствовали борьбу, там были дебаты, или каждый что-то выполнял, или забирал какие-то, на себя тянул одеяло, скажем так, такого не было. К счастью, наверное, потому что я не понял бы это. Ну, понятно. То есть вы поучаствовали более-менее в таком, ну, не лайтовом, да, но более-менее спокойном этапе. Ну, может быть, это был просто для меня какой-то такой проходной вариант. Вот вы стали депутатом. Как вас принял совет? Потому что там много депутатов, которые впервые в этом году избраны в совет депутатов. А есть депутаты, которые по два, а то и по три срока уже были народными избранниками. Как вот вам работается в совете? Очень спокойно. Как вы правильно отметили, что этот совет сильно изменился. Может быть, омолодился, если так можно сказать. Поэтому все заинтересованы в рабочем процессе. Все входят в обсуждение. Очень дружно и, наверное, как-то даже в какие-то моменты поддерживают друг друга в рабочих процессах, в рабочих моментах. Я с легкостью могу набрать кому-то из коллег и посоветоваться, как поступить в той или иной ситуации, как ответить на обращение, как среагировать на какие-то действия или как выполнить ту или иную работу. Ну и, конечно же, хочется отметить нашу команду, с которой мы шли. Мы подружились очень хорошо. И каждый из депутатов, четверых депутатов, которые были избраны по 6 округу, они просто уникальны для жителей. Чем? Ну вот, Алексей Орлов, это дирекция парков городского округа. В Томилино есть как минимум два. Их больше парков, но два ключевых. Это парк сказок и парк клапса. Там проводится огромная работа по дооснащению данных парков. Вот в этом году была открыта площадка для детей дополнительная в парке сказок. Поэтому у нас все, что возникает, какие-то вопросы с парками, мы всегда можем к Алексею Александровичу обратиться. И жители могут обратиться, и он видит, что необходимо подкорректировать или исправить. И работа быстро делается. То есть вот один из наказов, это были видеокамеры, камеры видеонаблюдения в парке. Это проходное место, вот парк клапса, мы говорим. Это жители поселка, которые едут на работу или едут с работы, идут к станции железнодорожной, они проходят через парк. Но это может быть и вечернее время, и утреннее время. Когда-то это звучало бы не очень весело. А что время через парк станции. Сейчас это освещенные улицы, освещенный парк. Сейчас устанавливается уже первый этап камеры видеонаблюдения на входные группы. И до конца года будет установлено всего 14 камер видеонаблюдения. Работа ведется. Потом у нас наш коллега, это Елена Анатольевна Верховых, Люберецкое отделение «Союз женщин России». Замечательный человек, который умеет выстроить работу, выстроить людей на, я бы сказал, даже федеральном уровне, наверное, масштабах. То есть все вопросы, она всех знает, ее все знают. То есть если что-то нужно, мы всегда обращаемся. И это как раз тот из депутатов, который не первый раз собирается. То есть мы всегда можем обратиться к Елене Анатольевне. Она как старший товарищ, скажем так, всегда нам подскажет. Нам направит. Направит, да. И Ситников Сергей Николаевич, это директор управляющей компании. Ну, соответственно, вы понимаете, что жители первое, что волнует, беспокоит. Это нормально, это всех беспокоит. Это ЖКХ, вопросы же связанные. Это наше все. Поэтому Сергей Николаевич также оперативно включается в процессы. Где-то, я соглашусь, большой штат людей, как мы тоже всегда говорим, с одной стороны жители рассуждают, снег неожиданно выпал. Или зима вдруг наступила, неожиданно, или осень, или весна. Но, конечно же, все это они видят, знают, планируют. И просто не все можно успеть. Ну, я всегда на себя, на свою шкуру, скажем так, проецирую. Вот я выхожу из дома, снег прошел, да, из частного дома. Ну, я же не возьму лопату и не буду чистить, как положено. Ну, да, я могу подскользнуться где-то это, но у меня нет времени. Я занимаюсь какими-то более важными, приоритетными вещами, да. Это как бы личный пример, конечно, да, но вот в жизни же так же происходит. То есть сегодня выпал снег, а вчера еще нужно было бы делать... То есть как-нибудь протопчу, протопчу в огне. Да, да, да. Но максимально, по крайней мере, я вижу то, что у людей есть желание. Ну, это уже... Есть огромное желание сделать полезное, что-то хорошее. Ну, вернемся вот к тем наказам, которые, я так понимаю, попадают в общую систему Совета, да. Они расписываются, и за эти наказы, как бы, раз они внесены, такая уже двойная ответственность не только конкретного депутата, но и всего Совета. И люди, я имею в виду избиратели, получают какой-то сигнал, что их наказ находится вот в плане, да, как-то это... Любой житель, любой человек, который вышел с какой-то проблемой, с каким-то вопросом, может узнать у любого из депутатов, на каком этапе находится его вопрос. Дело, да. Поэтому, конечно же, ну, это не ответственность, я считаю, это работа. Это рабочий процесс, когда ты строишь планы, получаешь наказы, строишь планы, ставятся даты конкретно довольны, да. Какие-то вопросы, какие-то наказы включаются в программу. Вот тоже очень важно, что у нас депутаты понимают, как выстроить ту или иную работу и как направить. Ну, к примеру, мы говорим там освещение. Мы проделали немаленькую работу для того, чтобы в ближайшие, в короткие сроки сделать там долгожданную велодорожку, роллерную дорожку, как ее называют, роллерная, наверное, будет правильней, на птицефабрике в нашем городском округе. Долго ее ждали, они мечтали просто, просили. Ну, так сложились карты, что все включились в процесс, и эта дорожка была сделана тоже прям буквально там через некоторое время, короткое после выборов. Жители благодарны, ну, допустим, мы там посмотрели, поучаствовали в процессах и понимаем, что нужно еще освещение для этой дорожки. Но в бюджет не вложено, не заложены деньги, не включено, значит, и надо как-то предпринимать действия, что все-таки, ну, дорожка уже есть, жители хотят кататься, как-то это использовать. Ну, да. А в вечернее время суток это невозможно сделать. Вот сейчас губернаторская программа будет, светлый город, и мы хотим попытаться с жителями, соответственно, войти в эту программу, чтобы, да, нас включили и сделали освещение. То есть используем различные рычаги для достижения общих целей. Ну, и третий блок наказов, это наказы, которые такие довольно продолжительного исполнения, я так понимаю, наверное, связанные с пересечением полномочий, да, федеральных и прочих. Да, да. И, тем не менее, они же не откладываются, как бы, вот у нас это не получится, до свидания. Так же не делается? Нет. Я, как вам сказал уже ранее, что все наказы, они включены в план. То есть из, будем говорить, из 126 или их было больше, почему их было больше, говорю, потому что некоторые решались сразу по факту. На месте, да, да. Значит, нет ни одного наказа, который был бы непонятен нам, вот скажем так. Я вот в этом плане был очень приятно удивлен, что люди идут с нормальными и понятными для всех вопросами. Если, ну, будем так говорить, может, это острый вопрос для зрителей будет, что была раньше в поликлинике Томильнинский, был кабинет стоматологический, внесли, опять, как я рассказывал ранее, по нормам Министерства здравоохранения определенные требования к помещению. Помещение не подходило под эти требования, и его пришлось переместить в другую поликлинику. Но я считаю так, что это тоже не выход из ситуации, потому что у нас категория жителей, которые и пенсионеры, и социальная, скажем так, категория, которые не могут доехать даже, ну, там, 2-3 остановки. И каждого нужно учитывать в каждый момент, каждый нюанс. Поэтому мы работаем даже над такими вопросами, может быть, он и острый, он же острый обязательно для жителей, но для нас сложный, но мы и это не запускаем. То есть мы подбираем помещение, мы сейчас запросили требования, которые должны быть. У нас есть уже наработанные здания, которые в ближайшее время будут либо вводиться в эксплуатацию, либо доставиваться. Как бы заранее туда можно встроить. Да, да, да. Но это такие процессы, они не быстрые, потому что они требуют согласования очень много на разных уровнях. Александр Геннадьевич, ну вот, собственно говоря, и все. Время наше подошло к финалу. Я думаю, что, как говорится, с горящими глазами проект продолжается. Сегодня это уже не просто там проект, бизнес-проект, а даже не просто общественный проект, а такой социальный проект, когда речь идет о конкретной помощи, есть конкретные предложения, просьбы, наказы, и есть конкретные возможности их выполнить, и даже невозможности, которые все равно есть попытки выполнить. Вам остается сказать, где вас можно увидеть, куда к вам можно прийти на прием, как вы держите связь с избирателями, и будем прощаться. У нас, у каждого депутата есть свои помещения, где они размещаются, есть общие помещения. Я назову, наверное, свои и часть общих для того, чтобы телезрители знали, куда можно прийти. Мы располагаемся в Совете депутатов, он всегда там был, на Гоголе 19, поселок Тамилино, и в администрации поселка Тамилино, адрес Пушкина 9. У нас там есть свои кабинеты отдельные, и, в принципе, по очередности мы ведем там приемы все. У нас такого нет, что это прямо закреплен за одним депутатом. Мы постарались даже составить свой график приемов так, чтобы, если у меня это вторая и четвертая, это среда месяца, то у других депутатов это либо вторник, либо четверг, чтобы каждый день фактически житель мог обратиться к депутату. Да, но несмотря на этот график, хочу сказать, что телефоны все есть, мы в предвыборной кампании их раздавали, у нас есть помощники, которые на местах постоянно работают, поэтому в любое время любой житель может найти способ с нами связаться, и мы всегда отреагируем, независимо от графика. Александр Геннадьевич Пивоваров, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Успешной вам работы. А это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова